А перед тем, как мы перейдем к определению, что такое система бизнес-драйв, я попрошу вас ответить на очень-очень простой вопрос. Что будет изображено на картинке? Что изображено на картинке? Слон. А что будет изображено на вот этой картинке? Идея слона. Рисованный слон. А это? Летающий слон. А это? Спящий слоненок. А это? Плавающий слоненок. А это? А это природа. И это? И даже это. Что я хотел этим всем сказать? Абсолютно разные картинки. Абсолютно разные картинки. Но на всех этих картинках изображен слон. Картинки разные, но на всех слон. И сейчас я буду давать несколько определений, что такое система бизнес-драйв. И как вот эти картинки, каждое определение, оно будет отличаться от предыдущего. Но все эти определения, так же, как и все эти картинки, указывают на одну суть. На суть того, что такое система бизнес-драйв. Каждая картинка самостоятельно указывает на слона. Но при этом совокупность этих картинок, картинок, дает нам понимание о слоне больше. Но каждая самодостаточна. И так же каждое определение самодостаточна. Итак, что такое система бизнес-драйв? Это гибкая, самоорганизующаяся, самообучающаяся, саморазвивающаяся, живая система, которая строится на сильных сторонах сотрудников. Что здесь подразумевается на сильных сторонах сотрудников? Обычно системы, те, которые сейчас существуют в том, как простраивается бизнес, то есть создается система, после которой в нее ищутся люди. И если человек, приходящий в систему, не залазит, он слишком высокий, или слишком худой, или слишком быстрый, то тогда система его обрезает. Ты должен быть ниже, худее, она его режет. И это общий принцип построения систем. То есть система первична, и человека туда запихивают. Что я хочу сказать, когда говорю о системе бизнес-драйв? Я говорю, что наоборот, первичен человек, а вокруг него простраивается система. И первичен человек с его сильными сторонами. Вокруг сильных сторон ваших сотрудников простраивается система. И вот то, что простраивается между вашими сотрудниками, это и есть система бизнес-драйв. Это систематизированный здравый смысл. И картинка здесь не случайна. Она говорит о том, что, в общем-то, мы в ответственности за нашу планету. Это баланс трех составляющих. Польза для общества, деньги, прибыль, счастье человека. Баланс трех составляющих. Не одно за счет второго. И не просто что-то одно. Это и это, и это, и это. Это баланс трех составляющих. Наконец, это попытка создать бизнес таким, чтобы каждый в нем получал удовлетворение и радость. Чтобы каждый день, просыпаясь утром, хотелось бы бежать на работу, потому что там здоровско. И я говорю о том, что это попытка, потому что мы с вами живем в реальном мире, в нем происходят реальные события. И я не хотел бы замещать одно другим. Жизнь продолжается. Но и именно поэтому эта попытка создать бизнес таким. И попытки иногда приводят к успеху. Наконец, это вики-система или википедия по организации бизнеса или open-source, система со скрытым кодом. Что я здесь имею в виду? Что система бизнес-драйв — это открытая система, в которой каждый, каждый может добавить свою идею. В системе нет статичности и окончательной истины, которая по сути является объединением опыта ее пользователей. Что такое open-source — система с открытым кодом? Это понятие взято из программирования. Допустим, браузер Firefox, Mozilla, написан не одним человеком. Это коллективный сотрут. И фактически там нет одного автора. Это много-много людей, у системы открытый код, и каждый может зайти и дописать что-то свое. Каждый вкладывает частичку себя или своего, таким образом улучшая браузер. И браузер живет, и многие им пользуются. Кто-то считает его лучшим. Поэтому в системе бизнес-драйв я отвожу себе маленькую роль. Я называю себя основателем в том смысле, что, может быть, я первый положил камень, а все последующие кирпичики я приглашаю выкладывать нам всем самим. Также система бизнес-драйв, по сути, является шаблоном, источником идеи и конструктором, то есть набором инструментов для создания вашей комплексной системы управления вашим предприятием. Так же, как человек уникален и неповторим, как Снежинка говорят, так же и бизнес, каждый бизнес уникален и неповторим. И не существует однозначно работающих инструментов или совокупности инструментов, или чего-то, которое можно сказать, вот это нужно делать, потому что все бизнесы уникальны, потому что создатели уникальны. И тогда чем является система? Система является шаблоном или источником идеи, или конструктором, в который, посмотрев, увидев какую-то идею, вы берете идею или берете какой-то инструмент из системы и адаптируете его у себя в компании, и он становится вашим, вашим инструментом. В этом смысле главное предназначение самой системы не говорить, как правильно, а предлагать инструменты, идеи, шаблоны для того, чтобы вы могли сделать свою комплексную систему управления вашим предприятием. И на каждом предприятии она есть, это ваша комплексная система управления вашим предприятием, с разной степенью формализации и с разной степенью осознанности, что у вас эта система есть. Но если ваш бизнес есть не работает, если в нем работают люди, значит, у вас есть ваша система. Может быть, вы ее не осознаете, может быть, она не формализована, но она у вас есть. И, наконец, последнее определение – это система бизнес-драйв. Это способ организации бизнеса, в котором основополагающим, мы уже про это говорили, вектором усилий является создание условий для самореализации человека. Потому что если мы это сделаем, то все остальное следствие и будет получаться само. «Наконец, спросите себя, вы каждый день ходите на работу, если вы собственник или топ? Хотели ли вы, чтобы те усилия, которые вы туда вкладываете, вели вас к собственной самореализации, к движению к чему-то очень важному для вас лично, глубинно? На что еще потратить жизнь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...